Дорогие друзья, приветствуем вас на портале Экзегет. Отвечаем на ваши вопросы. Вопрос краткий, но тяжелый. Какие есть причины для развода? Во-первых, развод – это всегда зло. Зло бывает меньшим, зло бывает большим. Бывает такое, когда мы идем на меньшее зло, чтобы предотвратить большее зло. Например, Христос говорит, что тот, кто разводится кроме вины и прелюбодеяния, прелюбодействует. Христос говорит, что допускается развод невиновной стороне, которую, собственно, изменили. То есть было совершено прелюбодеяние. По сути, развод – это констатация факта, что семьи уже не существует. Семья существует на единомыслии. На основе единомыслия рождается любовь. Если нет единомыслия, соответственно, не будет любви. Если нет единомыслия, значит, нет и доверия. Поэтому, если совершаются какие-то тяжкие преступления одной из сторон в браке, то невиновная сторона получает право на развод, на то, чтобы пойти на это меньшее зло. Эта сторона все равно будет от этого страдать. И если кто-то думает, что я вот разведусь и прямо мне от этого станет хорошо, ну, так не бывает. Все равно человек переживает то, что у него и семья рухнула, я уж молчу, когда там дети остаются. Ну, а причины, они записаны были в правилах Поместного собора 1917 года. Я так по памяти некоторые перечислил, но вы можете просто загуглить, посмотреть в поисковике, набрать, что причины для развода Поместного собора Русско-Православной Церкви 1917 года. Причины, например, такие. Если муж бьет жену, ну, вообще супруг бьет, может быть, такая ситуация, что супруга бьет мужа. Ну, не знаю, может быть, и такое. То есть рукоприкладство является причиной. Деструктивный алкоголизм. То есть не просто муж, знаете, это пивко попивает, а когда муж именно алкоголик деструктивный, и уже разрушаются отношения. Соответственно, есть ли пропал без вести, есть ли злонамеренное оставление одного из супругов. Например, жена не хочет жить с мужем и живет, значит, у своих родителей. При этом муж, ну, как-то не виновата, просто жена не хочет жить с мужем. Иногда его там навещает, но, в принципе, жить вместе с ним не хочет. Вроде она ему не изменяет, но совместно сожительства нет. Имеет право на развод. В общем, посмотрите, эти причины, они и есть. Но еще раз хочу заметить, что, конечно, церковь стоит на том, чтобы семью сохранять. Но если вы видите, что сохранение сожительства законного приводит к еще более тяжким последствиям, в том числе для духовной жизни и для духовной жизни ваших детей, то иногда мы, к сожалению, идем на это меньшее зло, чтобы хотя бы хоть что-то сохранить. Продолжение следует...